В военно-историческом клубе победителей много разных направлений работы. В первую очередь молодежь принимает активное участие во всех патриотических мероприятиях города. Ребята возлагают цветы к мемориалам, отдают дань памяти погибшим в годы войны, помнят и чтят ветеранов. Последняя акция, например, была 22 июня. Мы ходили к Вечному огню от городского музея. Это была акция в память начала войны. Там мы возложили цветы и свечи. Нахожу это для себя действительно важным, потому что патриотизм – это основа человеческой личности. Человек должен любить свою родину, человек должен гордиться ею. Ребята из клуба победителей, который увлекается историей, принимают участие в реконструкциях, живых представлениях, где атмосфера максимально приближена к эпохе события. Форма, оружие, машины – все настоящее, никаких спецэффектов. У меня была самая последняя роль – стрелок-пулеметчик. Нужно было обеспечивать поддержку пулеметным обстрелом, используя именно «Максим», то есть пулемет «Максима-1М». Вот у нас на последней реконструкции, которая была, перед нами просто в пяти метрах взрывались уже больше 10 или 20 взрывпакетов, мощность которых уже очень даже сильная. И правда, то, что не было страшно, больше было пыльно, то есть было неприятно. Но даже от этого уже не оглушали. Руководитель клуба Вячеслав Лапашов на своей странице в социальной сети размещает информацию о всех мероприятиях, в которых принимает участие объединение. К новому учебному году для победителей он готовит новый интересный проект, который мало кого оставит равнодушным. Город – страна сказок или сказочная страна. То есть будут отдельно строиться замки, отдельно строятся русские деревни, сказочные деревни, может, Легоград какой-то будет. Площадь достаточно большая, каждое поселение оно будет отдельно, ну, то есть как пазл будет соединяться, выставляться у нас вот в большой нашей комнате в классе. Собирать эти бумажные и деревянные домики в деревне смогут не только дети, но и взрослые. Участники будут разыгрывать сценки сказок с помощью маленьких фигурок и построек. Сюда можно прийти, ну, от детского сада, собственно говоря, и до любого возраста. Здесь поговорить об истории, здесь можно поговорить не только о истории оловянного солдатика, но и об истории вообще о жизни. Следить за информацией о музее оловянного солдатика и о работе военно-исторического клуба победителей можно через их группы в социальных сетях. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.